И мы продолжаем, дамы и господа. Пятая игра будет уже очень скоро. К сожалению, пока без интервью, друзья. Мы расстроены сами. Вы знаете, даже больше вас, я думаю. Артём, ты расстроен или нет? Конечно. Всегда интересно, что думает команда после игр, особенно после побед на международных турнирах. Точнее, после игр, а не на международных турнирах. Что думают ребята? Ну да. Или тренер? Все. Кто в большей степени? Все в большей степени что, думают? Кто из них в большей степени, я говорю, интересно тебе кого послушать? Да, вообще на самом деле без разницы. Все больше всех, что думают? Да, любого интересно послушать, в принципе, как команда себя ощущает и так далее. Хорошо. Ну, друзья, понимаете, мы бы говорили о Йолах бесконечно. Была бы наша воля. Но, к сожалению, надо приходить в следующем матче, потому что матчи у нас, к счастью, на сегодня не закончились. У нас дерби такое, вайлдкардов. Да, вайлдкетсов против Пейнтгейминг. Все-таки Турция против Бразилии, это, наверное, один из самых таких длительных сторилайнов в международной арене. Знаешь, как Корея, Китай, как Эней и Европа. И мне прям очень интересно посмотреть на эту игру, потому что два очень интересных коллектива отобрались у нас и от Бразилии, и от Турции. Турецкий состав, вайлдкетс, на самом деле, еще в прошлом году очень много шороха навел. И они шли постоянными фаворитами и прошлой весной, и прошлым летом. Но что-то шло не так. И, к сожалению, они так и не поехали на Worlds. Но, сделав две замены на нижней линии, вернув ветерана турецкой сцены Holy Phoenix, которого многие, я думаю, помнят, по, там, Worlds, где-то трех-четырехгодичной давности, и его лучший друг, между прочим, саппорт Farfetch. Вот, они вместе принесли что-то новое команде, учитывая, что там вообще вот это вот новая свежая кровь Турции. Здесь играет вот эта вот тройка в топсайде, Серин, Ферет и Старскрин. Это все 20-летние турки, челленджеры, которые именно в своем соло-скилле начали выезжать, их всех подобрали. Они все тоже, кстати, втроем друзья. Знаешь, у них типа была тройка друзей, добавилась еще одна двойка. И прям команда сильно очень выросла, несмотря на то, что у них был очень трудный старт, и они потихонечку разгонялись во время этого сезона. По опыту редко, когда это заканчивается хорошо, когда есть тройка друзей и еще двойка. Прям особенно, когда это двойка на ботлейне, особенно, потому что, понимаешь, ни один друг другого друга на ботлейне в обиду никогда не даст. А если нельзя как бы подфлеймить одного, значит можно атаковать обоих. Мне кажется, просто здесь так не особо должно работать, потому что Холли Феникс все-таки переходит в команду, знаешь, как батя такой. Он опытный, его уважает вся Турция, весь ТСЛ. И я думаю, он как раз-таки, вот, то, за счет чего еще сильнее стали Wildcats с прошлого года с этими заменами, это то, что Холли Феникс принес вот этот опыт слова, которое все слушаются, какую-то, возможно, дисциплину. Ну, да, Артем, это, конечно, зависит от ситуации. Просто бывают и диаметрально противоположные примеры, когда, как бы, демократия дает о себе знать, так скажем, да, и какой бы ни был сильный батя, вот, иногда наступает так, что, вот, как бы, больше не батя у руля. Вот. Нет, вообще, интересный коллектив, но и, в принципе, и Пейн, вообще, у нас здесь, знаешь, мало того, что у нас дерби Турции и Бразилии, у нас будет заруба двух старичков на Декере, Холли Феникса и БРТТ, которому 30 лет. И он все еще играет на южную сцену. Это много, на твой взгляд? Ну, в киркоспорте редко такое бывает. Артем, ну, Холли Феникс 97-го года. Это да, он мировистник. И ты старичок, то есть, получается. Старичка, это теперь, да. Сирен, Холли Феникс и Фарфетч представляют турецкий коллектив FastPlay Wildcats. И, соответственно, с Пейнгеймингом. Робо, Кариок, Тиноунс, БРТТ и Лучи играют на нижней линии. Последние двое. Я думаю, он все-таки больше иллются. Возможно, даже иллются. Вообще, вот у Пейнгейминг в целом и Робо... Если ты силен в бразильском... Я, кстати, в Португалии полгода жил. Серьезно? В Бразилии на португальском разговариваю. Это правда. Это правда, кстати. Не на испанском. В целом, я примерно понимаю, да, я учил немного португальский. Понимаю, по крайней мере, как в чтении, как у них произносится, допустим, когда О на конце постоянно У. Поэтому у них очень много У в языке. И в целом, знаешь, когда идешь по улице, иногда такое чувство, что португальский похож чем-то на русский язык. И мне тогда оказалось, что португальцы по-русски разговаривают. Посмотрим на Prediction, дамы и господа. Кто сегодня побеждает. А пока что у нас как бы Wildcats впереди. Пока что только так. Все четверо поставили на них. Из нас не ясно, где Prediction'ы Вандера. Вообще, Вандер сегодня отсутствует, дамы и господа, но он появится на трансляции. Кстати, нас будет пятеро. Пока что. Я надеюсь, что это так. Я надеюсь, не меньше, чем пятеро. И, собственно говоря, в каждой из дней кто-то из нас будет брать себе, так сказать, выходной. Кто-то больше в регулярке и меньше в плей-офф. Кто-то больше будет выходных в плей-офф брать. Вот, меньше в регулярке. Но пока Wildcats фавориты, по мнению эфирной команды, всех четырех. Но это абсолютно, опять же, не значит. Fastplay, да, извиняюсь, конечно. Fastplay, я подумал, что-то не так. Какой fastplay? Что же fastplay? Slowplay должен быть, наоборот. Вообще, они были из Станбул, Wildcats, в прошлом году. Но здесь они, видимо, нашли спонсора. Знаешь, как Damwon Kia тоже у нас стали. Были просто Damwon. Стали Damwon Kia. Вот, по поводу бразильцев еще... Они были Damwon Gaming? Возможно. А, да, все правильно, точно. Вот, и я, кстати, по поводу Open Gaming еще все-таки хотел сказать. Мало того, что у нас BRTT, легенда о бразильской сцене. У него просто нереальная фан-база у человека. И его татуировки с Лигой Легенд. Это тоже, конечно, суперкруто. Он прям полностью отдал всю свою жизнь, по сути, у вас же Лиги Легенд. Ну, он бизнесмен? Получается так. Ну, то есть, там же... У него много чего помимо Лиги Легенд. Да, что у него есть? Я просто не слышал. Ну, у него, типа, какой-то бренд одежды свой, если не ошибаюсь. Ну, знаешь, с теми медийными возможностями, которые у него есть. Я не знаю, занимается ли он этим сейчас, но я точно помню, что года три назад или четыре у него точно был бренд одежды свой, и причем он связанный был с лолом. Это знаешь, это как... Если не ошибаюсь, он называется Respeita. Respeita — это, типа, что-то с респектом связано. Потому что он на стриме говорил, типа, Respeita Red, когда пикал твича. И поэтому он создал, типа, Respeita, и у него кепка такая там есть. Нет, вообще логично, когда у тебя огромная медийность, он, по сути, самый популярный игрок в Бразилии, где огромная фан-база. Знаешь, это как в футболе. И там Криштиан Роналду делает свой бренд одежды. Это как в футболе. Джордан и так далее. Нет, нет, это как в футболе. Нет, это ладно. Джордан — это уникальный. Его нельзя вообще ни с кем сравнивать, потому что Джордан — это тот, в кого NBA, в свою очередь, вложили 95% хайпа всего мира. Хороший пример — ты знаешь, кто? Это Леброн Джеймс, который владел большим пакетом акций, типа, футбольного клуба Ливерпуль. Один баскетболист. Но не контрольным, что очень важно. Но не контрольным. И переходим к драфту, дамы и господа. Переходим к драфту и трейдер. Еще, кстати, интересный момент. Тренер по ингейминг — турок. Здесь прямо даже турецкий батл сейчас будет тренеров. По сути. Артем. По поводу пейнгейминг — последний момент. Дрейвен не делает это все. Это, кстати, отличный банк, потому что БРТТ до сих пор на нем играет. И в лиге, по-моему, в Бразилии это был его то ли второй, то ли третий популярный персонаж. У него еще огромное количество игр на кассе, которые он очень сильный приоритет отдает. Тренер турков не бразилий, насколько я понимаю. Это не так. Он играет вокруг как раз-таки нижней линии, где робот все-таки больше на островке. Робот, между прочим, тоже опытный уже на нескольких турнирах побывал. Три, четыре, четыре бана от Экери в первой стадии. Слушай, это нормально, и все три, ну, как бы, три из них идут от Бразилии все-таки. Да, но при этом у БРТТ... Холли Феникса боятся в три раза больше, чем БРТТ. Но при этом осталась та же самая Джинкса, есть Тристана, так что сильные персонажи все еще открыты. Ильюциан на ферст пик, флекс на три роли на топ-лейн, джангл, среднюю линию. Представь, Артем, как Холли Феникс переживал, когда в 15-м году в Австралии на Wild Card All-Stars в 5 на 5 Турция выиграла СНГ в гранд-финале. Но ввиду того, что ни один из турецких игроков не прошел в топ-8 в турнире 1 на 1, а Кира его выиграл, они не поехали в Америку после этого. Это была интересная система, мягко говоря, мне кажется. И после этого, да, спустя вечеринку турнира, я подошел к Холли Фениксу, которому был 18 лет, а он был расстроен вообще до жути. Я говорю, how's it going, dude? Man, I'm drunk. Я понял. Релл и Удир появляются для Paint Gaming. Удир, кстати, наверное, вот единственный выживший среди танковых игроков, которые были у нас в прошлом месяце. Кстати, его внешность подсказывает нам, что он именно такой. И Рамбл появляется как еще один флекс для Wild Card. Хикарим все, да? Хикарим, да. Хикарим, Валибир прям не играются сейчас абсолютно. Элисин, Рамбл, знаешь, такая драфт мечты, наверное, я бы сказал сейчас, потому что это два суперсильных пика, два флекса, которые можно постоянно куда угодно закидывать, как тебе выгодно. И Алистар у нас уходит, и Адекера для себя не забирают. Здесь турецкая команда. Но, учитывая, что Paint Gaming еще могут сейчас отобрать одного и добавить еще двух, могут быть какие-то проблемы здесь с тем, на чем играть в Holy Phoenix. Посмотрим, будут ли проблемы, учитывая то, что действительно нет в выборе стрелка. А вот Тристан уберут, возможно, тоже флексом, кстати, на ребята из Paint Gaming. Да, это точно флекс, потому что и БРТТ играл на Тристане, и, по-моему, Денонс тоже. В принципе, на нем поигрывал, но Денонс он такой, он больше все-таки контроль маг. Слушай, да, и мы никогда не знаем, что могло измениться за тот короткий промежуток между последним матчем каждого из игроков на Тристане и текущим моментом. Потому что по итогу дня часто, часто так бывает, Артем, даже у хороших команд. Вы приезжаете на международную сцену, делаете какой-то драфт, он кажется флексом, и статистика показывает все. На самом деле вы понимаете, что уже, скорее всего, это на какой-то из линий конкретную. Ну, это смотря, мне кажется, все-таки больше какая команда. Если команда, знаешь, более-менее сильная, то игроки могут исполнять, в принципе, на любых... Ну, вот и взяли Ренингтона, знаешь, как бы флексом. И умерли от Гнара на лаву... Ой, это Сайлоса на лаву... Мне кажется, в прошлом году, когда, мне кажется, Флавпик или Ариану, они не думали, что точно пойдет ли играть гаджет, как тогда это произошло. Вот, вообще, по Адекере в итоге пейнгейминг не работают, учитывая, что у Холли Феникса, на самом деле, нестандартные персонажи обычно. У него там, знаешь, в самых популярных его пиках в этом сплите, у него там и Калиста присутствует, и Война присутствует, и Джинкс, которая до сих пор открыта. Вообще, очень странно, знаешь, вот эти вот три бана, сцена Варус и Кайса с открытой Джинкс, которая, в итоге, скорее всего, достанется Валдкетс, и, по сути, все еще год Тирадекере. Слушай, я вот не очень понимаю, забалили Райза, но, видимо, Тристана не на мид, что ли, да, получается. Ну, просто смотри, Райз, как бы, норм Тристану, да, он все-таки может взять арморку потерпеть, ну, там, в смысле, в рунах я имею арморку, и, как бы, Тристана прыгает, дать клетку на Фейз Раша убежать, да, может так потерпеть. С Арианой потруднее, наверное, Ариана, как бы, сама получше доминирует линию, но принимать драку она не может так хорошо. И Самира в итоге появляется для Холли Феникса, Адекере, который, на самом деле, очень сильно пропал, но при этом для Холли Феникса это был тоже один из его самых популярных пиков во время регулярной стадии TCL-а. И при этом в Open Gaming все еще два флекса, на самом деле, потому что и Сайлос может пойти и на верхнюю линию, и на среднюю линию. И Сайлос очень хорош уже здесь, потому что есть и уравнитель, есть ультимейт Алистара, который можно сферовать, и они будут очень приятны здесь в Симфайдинге. Я не стал бы идти против Сета на среднюю линию. Я думаю, что это точно должен быть мид. Ой, на верхнюю, то есть. Я не стал бы против Сета идти наверху. Сет, кстати, у нас тоже сейчас флектится, как это было, по сути, когда Сет был играбельный. У нас он флектился вообще там на четыре позиции. Здесь вообще непонятно, кто куда идет. В лес кто идет сейчас? Джангл Рамбл. Или Лисин? Нет, Джангл точно Рамбл. Уверен? Да. И Лисин сет могут пойти и на топ, и на среднюю линию. Дариус ласпик для Роба. Вау. Ага. И, кстати, Дариус, он хорош во всех. Ну, там, наверное, в Сета в меньшей степени немножко Сет просто силен. Но вообще он как бы, ну, он хорош. Это, на самом деле, суперинтересный пик и драфт, который у нас получился, потому что Старскрин очень такой интересный молодой человек. Я очень много слышал про него, рассказов от Нунхоли, как Старскрин играет в Солуку. И когда мы играли скримы во время, когда я был в Краукраут, прошлым летом, прошлой весной, моя команда не очень любила играть против Истамбула Велткатса, потому что они играют очень хаотично. Они постоянно форсят в Есту, и особенно Старскрин. Он и в Солуку так играет, и в скримах. Он постоянно тестит лимиты, дерется один на один. При этом он играет на очень таких агрессивных пиков, типа Фиоры, Камилы, Сеты и так далее. И скримы против них не самые продуктивные выходили. Вот. И здесь, учитывая, что у него матчап сет Дариус, как раз-таки Роба может поднаказать Старскрина, и можно подобудить попробовать турецкого туплайнера. Ну, можно попробовать. Можно попробовать. Как бы не обжечься, понимаешь, Сетти? Потому что всегда можно разговаривать красивый какой-то момент. Может быть, даже дайв. Почему с одной командой было два человека, а с другой один? А у нас в прошлый раз то же самое было, когда Юникросов Флав были, у нас и Инви, и Шипи выходят. Безусловно, это так, потому что изначально... Подожди, а как там стали дела? Где? Как там стали дела? В Веге был. Инви тренер, правильно? Йолы их как бы взяли, и Инви как бы стал помощником тренера, как бы говоря. Он менеджер и помощник. Немножечко менеджером, да. И немножечко, так сказать, какую-то вот... Какая-то у него была такая функция, он то ли готовил что-то там на буткемпе, хотя вряд ли, да? Какая-то у него была такая функция. Мультифункциональный, как Митрий Коровушкин. Слушай, ну это очень важная качество на самом деле, потому что чем больше... Ну, я, кстати, когда в Круг Раун был, по сути, прошлой весной, я на буткемпе и готовил, и был менеджером и тренером. Нормально. И готовил на шесть человек. А играть не хотел? Я иногда с Луку даже поигрывал. Когда, знаешь, время бывало. Не, ну, с Луку-то это понятное. Именно там подзаменить кого-нибудь. Знаешь, сказать, ты плохо играешь. Ну-ка встал, ну-ка встал, я сел. У меня просто настолько нет опыта, что если я сяду играть, я буду от волнения с дрожащими руками вот так вот сидеть. И это самое главное, что бы не происходило в командах, которые играют сейчас на ваших экранах, дамы и господа. Потому что Wildcats против Paint Gaming выступают прямо сейчас. Пятый матч сегодняшнего дня. И Mid-Season Levitational во всей красе первым своим днем регулярной стадии, точнее, групповой стадии дает вам понять, что команда настроена серьезно, что турнир, вот знаешь, как Вандер любит написать. Вандер вообще, вот я люблю Вандера за то, что Вандер, в отличие от Пабу, он никогда не идет в две стороны одновременно. Он всегда говорит там, MSI, конечно, турник так себе. Понимаешь? Но лучше, чем ничего. То есть мне, вот я, я люблю это в нем, я люблю его за смелость, я люблю его за то, что он выражает свои мысли так, как они есть, не пытаясь вот как-то там что-то залезать там слева-справа. Поэтому, я забыл, что мне это говорил. Извини, просто Вандера очень люблю. Вообще, мне очень нравится метр. Я говорю тому, извини, Артем, я говорю тому, что Вандера-то сказал, что турнир так себе, но мы видим, что команда уже настроена серьезнее, чем просто поиграть и по скеллите до лейт-гейма. Потому что постоянно какие-то форсы, там, Левел Ван, Лудрак, сейчас Шафарфич рывается, почему бы идет изнурение на Холи Феникса, по РТТ играют тоже изнурение, по нему идет, и играют максимально агрессивно, потому что воспоминание тоже есть. Холи Феникс дает о себе знать, потому что Турция отзабирает первую кровь уже сразу на третьей минуте, и БРТТ, что с ним случилось, Артем? Как ты думаешь, мы с тобой говорили про Бразилию недавяче, чем две с половиной игры назад, когда наблюдали за третьим матчем, обсуждая БРТТ, его уровень игры. Первый левел, БРТТ встрял как так, что поделать, почему, анализируй. На самом деле, просто, в принципе, если посмотреть на регионы, и TCL, и CBLOL очень сильно упали в своем уровне, о чем говорили сами команды. Здесь просто, слыша, фарфейч отлично сыграл по как раз-таки БРТТ, и дальше додавили его. По БРТТ и люции, что на самом деле важно. Да. Потому что, ну, как бы, лишнее оглушение по люции, это, там, отсутствие лишней автоатаки со стороны люции, да? Если отсутствие автоатаки идет, значит, у тебя больше ХП, значит, ты больше можешь себе позволить. Потому что, как вам кажется, дамы и господа, иногда вот, да, одна команда наступает, а другая вместо ответного боя всего лишь убегает. И, особенно, если вы не очень разбираетесь там в профессиональном уровне игры, может возникнуть там вопрос, а почему он убегает, да? Почему он не дерется? Так потому что, если у одного героя там на 40 ХП меньше, чем у другого, другой понимает, что он не выиграет этот трейд, и даже если он потеряет все ХП, но выживет, но попытается уйти, это будет ему более выгодно. А сейчас дайп по Старскрину, может быть, где Керриок начинает его, как раз-таки, но не выходит с Лоша, а Старскрин забирает одного и будет играть еще и по Робо. Вот вам, дамы и господа, и Турция, которая уже 3 кило имеет на четвертой минуте Старскрин. Он зарабатывает 2 убийства. Прекрасный дефенсивный плей, отыгрыш от селфдайва, и разыграл по Удирову, впоследствии забрал еще и Робо. И ты знаешь, Артем, я давно не говорил этого, но мне кажется, что это вот потихонечку наступает гейм уже. Нет, на самом деле, мысль, которую я хотел сказать еще 3 минуты назад, нам просто команда не длилась этим постоянным экшеном, то, что оба региона довольно сильно просели в плане уровня игры, но при этом у Бразилии свежая кровь особо не появляется, и у нас до сих пор, допустим, БРТТ практически лучшая текерри в регионе, учитывая, что на самом деле, знаешь, такой общий уровень игры у него намного слабее, чем у того же Холи Феникса, скорее всего, будет. А у Турции как раз-таки произошла смена поколений, и мы видим вот эту вот молодую тройку в топ-сайте, где Старскрин просто в соло переживает этот дайв. Ну, вы идете дайвить Старскрина. Мне кажется, Старскрин чуть ли не самый опытный вообще игрок на турнире с такими чизами, с этими дайвами и так далее, и он к этому привык, это его стиль игры, и здесь он, конечно, полностью переигрывает и Робу, и Кориоко. Ну, опять-таки, то, что я говорил про этого турецкого топ-лейнера, он сейчас на своей линии просто идет один супер далеко, у него нет никакого вижена, он не видит на карте ни Удира, ни Рел, зачем он так далеко под вышку идет, непонятно. То есть просто на своей линии слишком агрессивно играет, знаешь, он получил вот эти вот два килла, все, он уже расслабился, он уже чувствует в себе мощь, и он идет до конца просто под вышку постоянно прессинговать этого Дариуса. Счет был 19-29 на нижней линии, но теперь стал 41-31. Смотри, старскрин идет, он пытается даже дайвить Робу здесь. Ну, в чем бы и нет, конечно. Потому что он не видит никого на карте, в этом-то я основная проблема. То есть, понимаешь, вот этот человек, он всегда так играет, на постоянной агрессии, за что его сейчас, Пейнгейминг, как раз-таки наказали два шатдауна Дариуса, и по сути на верхней линии больше нет этого преимущества, которое было с старскрином, потому что и шатдаун, и два убийства для Дариуса. Ну, да, с какой-то стороны да, с другой стороны у старскрин до сих пор как бы три убийства, и по опыту он до сих пор сильно ведет, Артем, поэтому я бы поспорил на этот счет. Посмотри на данный момент, видишь, он шестой, пушится в его сторону, и Роба пятый, поэтому такое, понимаешь, такое. Ну-ка, Дариус просто сам по себе сильный дуэлянг, он может камбэкнуть. У него и Фартич Фуца играет по БРТТ. Да, и выкидывает его под вышку, однако Хули Феникс ловит здесь изнурение, однако дэш вперед, заканчивает жизнь БРТТ. Как же так ошибся БРТТ и Фарфетч? Ну, как говорится... Если все подходит, то так видит, это Рел. Да, и Феррит играет по Рел, но он уже перегрет, поэтому больше урона не будет, а уравнителей еще нет, всего лишь левел 5 на данный момент Феррит, что простительно учитывая то, что он играет в лесу и против Удира. А Удир, как ты сказал, Артем, он, конечно, возможно, последний выживший, да, из физдамидж дилеров, но при всем при этом он очень все равно быстро кемпит, как бы лес свой он. Темп у него отличный, сильно в этом плане ничего не поменялось. На самом деле темп у него все-таки немножечко хуже стал, потому что его все-таки нерфили. Здесь БРТТ опять... У него стал темп немножечко хуже, а раньше он был безоговорочно топ-1, понимаешь, вот в чем дело. Сейчас играют теперь по Люци, Люци пытается выйти, посадка оказалась не уверен, что самая мягкая, однако Алистара забрали ульты, и у него еще нет. Холли Феникс играет по БРТТ, камни на камни не оставляет от своего визави по нижней линии, и 7 киллов имеют теперь International Wildcats, после чего как бы все, заканчивается все на боте у PNPF. Но они все же не International, а Istanbul. Istanbul, да. А еще, возможно, даже FastPay. Да. Я вот думаю, какое слово со словом Wild первый приходит на ум? Wildcard, конечно, да? Wildrift. Нет, Wildcard. Wildcard турниры гораздо дольше, чем Wildrift. А если Wildcard, то какой? Ну, конечно, International, почему бы и нет. Звучит логично, как мило. Мне кажется, да. Но 4-0 есть у Холли Феникса. Неважно, он и Стамбул, и International. Вообще, можно даже, в принципе, тег у него и брать. Никаких, как бы, крупиц золота забрана за это не будет. И у БРТТ, конечно, все, мягко говоря, печально. 43 крипа, 0-3. И много опыта потерял. Безусловно, АДшникам важнее золота, да, наверное, Артем, чем опыт. Но опыт тоже важен, потому что с каждым уровнем ты получаешь базовые статы. Там, армор, ХП, атак, демеш, атак, спит. Это все тоже очень важно. И у Холли Феникса гораздо все лучше. Мне просто очень странно, что Пейнгейминг так себя опять луси здесь ловит. У него скачка нет, и все его окружают. Он здесь отсюда никак уже не выходит. Особенно учитывая, какое внимание Wildcats как бы уделяют саппорту. Я просто не понимаю, что Пейнгейминг делают на карте вообще в этой игре. Так, здесь Старскрин опять пытаются задавить. Старскрин на второй раз, так. Ульта зачем-то пошла, и Суша выходит. А мне кажется, кстати... Они отсюда уже не выходят, Ферит уже здесь. Мне кажется, да, и Ферит замедляет робот, точно минус. И он погибает, а также играет по Кариоку. Сможет ли его дозабрать, учитывая, что Фарфич находится рядом. А у Кариока нет скачка. Я думаю, что оглушение будет прямо в цель. И не доджил Кариок, а здесь особо и сделать ничего было невозможно. Тенонс, что максит, кстати, интересно, W? Да, 100%. В мили матчап, я думаю, он точно должен максить W. Но должен, не должен, а ситуации бывают разные, знаешь. Я просто не понимаю, почему Пейнгейминг пытается играть в Фиесту против Istanbul Wildcats. Потому что это самая, наверное, Фиеста-команда, которая есть на турнире. И они так выиграли TCL, по сути, за счет постоянных драк в early game, за счет постоянных тимфайтов. И это их стиль игры. И против них скримы, знаешь, ты 10 минут играешь, и на 10-й минуте можно просто написать go next. Потому что обычно они либо получают огромное преимущество за счет этой тимфайта, либо огромное преимущество получает твоя команда. И дальше уже особо нет смысла играть, потому что это бесполезная практика. Драка за Геройда происходит. Мне, конечно же, Wildcats гораздо более комфортно себя чувствуют. Но стилил Феллер? Ну, пытался ультимейтом забрать Геройда. Застилить ультимейтом, зная, что у Кириока нет смайта? Это смарт, я думаю. Вообще, конечно, можно было просто сыграть по дракону, попробовать. Но при этом Wildcats ресетнули, свапнули на верхнюю линию. Учитывая, какое у них есть преимущество, и что там почти целые слоты есть у HolyFenix, у них есть Rumble, и почему-то они все-таки не стали заходить в эту драку. Хотя даже несмотря на то, что у них позиции не было, мне кажется, они все равно были здесь сильнее. Начинает казаться, что этот ультимейт был, ну, как бы, даже хуже, возможно, чем средний ультимейт предыдущего Rumble. Потому что, как бы, полезность его была такая себе. Нет, кстати, у Rumble хорошие ультимейты были в прошлой игре. Там вот у Warna не прошло. Rumble пока, в принципе, ну, им тяжело, на самом деле, плохо положить ультимейт. Там огромный вот этот вот пласт территории, который ты можешь покрыть. Нет, тут вопрос не в плохо или неплохо, а тут вопрос надо отлично класть. Ты все равно делаешь. Ты же не делаешь, скорее всего, в своей жизни, да, что-то, вот, как ребята там по 70 часов в неделю, для того, чтобы потом делать это плохо. Хочется сделать замечательно. Здесь, кстати, при этом Wildcats не свапают обратно на нижнюю линию, при том, что у Payne Gaming есть Герольт, там стоит дракон, у Wildcats преимущество, и они, как бы, хотят забирать объекты, но пока у них двойка в топ-сайте, и при этом красная команда просто быстрее пушит вышки за счет того, что у них три стана, и то, что сейчас происходит на карте, мне кажется, абсолютно невыгодно для Wildcats. Но никто не торопится забирать гордого дракона, при всем при этом, почему-то. Это странно. Хотя счет 11, время уже 11.45, может быть, давно. Девятый на максимуме акцент. Фарфейдж до сих пор пятого уровня, уже почти на 13-й минуте. Да и Старскрина, серия 3. Теперь трое пришли. Сейчас будет четверо или что? Нет, здесь они просто героль допускают, и я думаю, сейчас они все-таки должны сместиться на дракона, но при этом Wildcats уже, наконец-таки, свапнулись обратно, и сейчас они первые выгодные карты. 25 голды пропустил, извини. И Wildcats уже первые забрали сейчас позицию, и все-таки дракон уйдет в их пользы, когда у Pain Gaming было, по сути, 2 минуты, чтобы его забрать. Да, но 13-я минута, и, как бы, знаешь, в такой ситуации Форс Дракона даже 4 на 3, может быть, для Pain Gaming не обязательно в игрочной ситуации, к сожалению. Вот так показывает, как бы, практика. Ну, учитывая, что основные ресурсы все-таки были на Самире, у Wildcats, я думаю, как раз-таки, пока Самиры нету, пока она на верхней линии была, можно было что-то попробовать. Здесь Робо использует Алькову, что я редко вижу, в принципе, в игре, пытается здесь Старскрин поймать. Пытается поймать, но, как бы, Старскрин, как бы, ему бока не намял, знаешь, до тех пор, пока он его не поймал, кидает ульту, пробил его на пол-ХП. Я не очень понимаю, почему вот такое отображение логотипа Pain Gaming замечательное. Ты присмотрелся, Артём? Я вижу просто красный треугольник. Ну, нормальный, да, такой стильненький. Ой-ой, как говорится. Можно было просто, ну, чуть-чуть сделать посветлее фон, тогда, ну, или там, или посветлее логотип, наоборот, не знаю. Так, опять Pain Gaming у нас вчетвером на верхнюю линию заходит, опять, возможно, хотят давить Старскрина. Ну, хотят, да, теперь четверо, Артём, ну, ставки повышаются. Так, на Алкетске мы готовы, и поэтому ходит так, подтягиваем. Фарфетч находится рядом, подтягивают Роба, играют по нему, Берт, это нет урона, потому что у него всего лишь Берсы и, как он, Колчан называется, да? Да. Мне показалось, что Фарфетч только что флеш, но он не смог дотянуться к комбой, поэтому он даже просто нажал флеш кью в никуда. Это был настоящий флеш? Или это был хекс-флеш? Вот я не уверен, потому что там всё-таки хекс-флеш теперь дорисованы, непонятно, какой скачок он здесь отдал. Ну, пингейминг, здесь синий баф отбирают. Ну, давай запомним, смотри, если у него на, там, 18.30 откатится, значит, это был настоящий флеш, а если раньше, то хекс-текал. И опять пингейминг группируется, они теряют пачку на средней линии, пачку на нижней линии, только сейчас туда приходит Робу, всё это время Холи Феникс фармил, там, наверное, минуты полторы. И вышку забрал в соло. Он девятого уровня, при том, что БРТТ только седьмой. Таков путь, таков путь, 2.300 преимущество у Холи Феникса над БРТТ, именно он будет сиять, потому что арбалет уже есть. А как мы знаем, Самира выходящая вперёд, она, знаешь, вот, она как Катарина примерно расфиженная, вот примерно то же самое. То есть она прыгает по всем, там, крутится, хилится, её трудно убить, её трудно задеть, невозможно забыть, там, и всё прочее. Вообще ещё просто проблема в том, что Самира очень сильно нерфили как раз-таки в early-game, а в mid-late-game она стала немного сильнее, вот, когда она ушла из меты, как раз-таки после того патча. При этом Тристана сильная очень в early-game, и то, что левел 1, Самира получает такое преимущество в этом матчапе, и просто аутскейлит в дальнейшем в тимфайтах Тристану, это, на самом деле, очень критично может быть для пейнтгейминга. И просто 4 тысячи преимущества уже. То, что я скажу, это ни в коем случае не будет никакого рода флеймом, Артём, но в этой игре лисин есть. Это просто столько было экшена на боте и на топе, что потерялся Серен немножко. Ну, плюс 25 у него есть на средней линии. Безусловно. Пластиночка там уже одна или две упали, пока Тиноунс входил по карте, но при этом Тиноунс-то ничего не нашёл со своими ролами. Это как в прошлой игре, когда играли Unicorns of Love, где Номанс постоянно фармил пачки, за счёт чего выходил в плюс 40, а вражеский мид-лейнер пытался что-то найти на карте, но просто ничего не мог. По Робо играет Старскрин здесь, но приходит Кириок сюда. И теперь уже Старскрин можно и поднамять немножечко. Даёт хороший каст по Робо. И шутает Старскрин. Робо играет по Кириоку, но сустейна не хватает. И зачем? Наверное, даже флэш-аут не надо было нажимать, потому что догорал бы в любом случае от пассивки Дариуса. Ну, может быть, не знал, есть качок у Дира или нет. Он пытался здесь выйти. Телепорт нажимает Тиноунс на нижнюю линию. Ему повезло, что у Дира ошибся и нажал скачок. Еще иначе он бы от Дарёвса догорел. И при этом то, что сейчас пинг-гейминг разыгрывали, у них опять на верхней линии пачки идут в никуда. Тиноунс нажал свой телепорт на нижнюю линию. О, вот это уравнитель неплохой. Берт-Т выпрыгивает. Люци получил урон, но тоже вышел. Селин продолжает играть по бед-лейн-пачке. Не ловит, кстати, тавер-хит. Это очень интересно. Сайла забивает нижнюю вышку и идет пушить дальше в сторону Т2. Холли Феникс уже почти 11 уровень, при том, что Берт-Т все еще 8. Так, здесь Перец с фарфетчем заходят. Холли Феникс почти 11 уровень, при том, что Робо 10. Который стоит на соло-линии и не так уж и сильно отстает, кстати. Да он именно стоит на соло-линии, потому что его часто зонят от пачек. И делать ему здесь многого не приходится. Опять Старскрина пытаются здесь подловить. Тиноунс и Криок. Но Старскрин держит пачечку, хотя он на самом деле ее пушит. Мог на самом деле здесь просто фризис стоять, в итоге Тиноунс по нему играет, ультимейт и сжимает. Да, ворует ультимейт и сразу врывается вперед, что очень важно для грамоты цепочек контроля, потому что Тиноунс выкидывает правильно Старскрина, но он не погибает кулдаунсу, у него уже нет. А, кстати, что интересно, Тиноунс... Подожди, а вторым что максит Сайлосу, на твой взгляд, Артем? Я Ешку максу. Он максит Ешку вторым после В, что на самом деле тоже неочевидный вариант. Ну, в основном Кухан ты максишь на Сайлосе только если тебе нужен в рейндж-мачапе хотя бы как-то добивать крипов и поукать своего оппонента. Либо для того, чтобы просто быстрее запушивать линию можно было, потому что Кухан там на четвертом-пятом уровне рейнджей убивает, по-моему, полностью. Вот, поэтому, в целом, В, В и Е, наверное, стандартный. Он точно не убивает на четвертом, железобетонно. На четвертом уровне именно умения я основал. Я понимаю, да. Но я понимаю, что... Я не понимаю, что не на левел 4. Нет, он точно не убивает на четвертом. Я даже не уверен, что он убивает и на пятом без 15-му битву. Так, робот Сири не ловит. Сири пытается выйти через варджамп, но понимаешь, что ему нужно проживать кик, потому что до сих пор Дариус очень силен в состоянии. Вообще, ты знаешь, мне кажется, у меня просто... Ну, то есть у меня нет какого-то уникального взгляда на Сайлоса, да, в этом плане. Но мне кажется, что Максить, как бы, Кухан в милишника не всегда ошибка. А Максить в эвренджа ошибка почти всегда. Мне кажется, в какого милишника? Если там милишник, который тебя может просто намять бока, если ты подходишь к крипам, то... Если там милишник, у которого из милишного только автоатака, а кастыры ржовые, например, то Кухан тоже имеет смысл. Второго дракона для тебя сейчас в ЛКС должны оформлять. Намного, знаешь, как-то замедлили они сильную игру, несмотря на то, какое у них было преимущество. Два слота у нас есть уже у Самиры. Поклон лорда Доминика появился. Холли Феникс, конечно, урон колоссальный сейчас наносит. Слушай, да, есть второй предмет, и просто смотришь на Берта Тео, у которого только Кракен собран и ботинки. Понимаю, что этой Тристане скейтся еще долго, потому что Тристана из преимущества хорошо сноуболится, но вне своего преимущества, да, она должна ждать лейтгейма, чтобы стать полезной, потому что рейндж только к максимальному уровню станет довольно высок. Ну, из-за того, что все-таки Wildcats довольно поздно забрали первого дракона, как раз-таки темп из-за этого сильно падает, и душу они смогут получить только где-то к 30-й минуте, а там и я хотел сказать, что пейнтгейминг могут подскейлиться, но потом я посмотрел на их драфт, ну и скейлиться там немного, значит, что может, неплохо. Да, ну, да нормально, но у них такой, ну, у них играбельный драфт в лейтинге. Он, конечно, не лейтгеймер вообще от слова абсолютно, но он играбельный. Ну, просто, понимаешь, смотри, поменять Дариуса на Орна, как бы, ну, и лейтгеймдрафт станет, типа, юзабельным уже вполне себе. Потому что, смотри, Сайлос хороший чемпион в лейте, он не турбо-керри, он нормальный, он неплохо, он, во-первых, скейлится базовыми статами, по-моему, лучше всех в игре вообще, кстати. По-моему, у него лучшие приросты в игре, если я не ошибаюсь, это так. Возможно. Это раз. А во-вторых, ну, как бы, сам по себе, ну, герой норм. То есть, если, знаешь, там, если нет чего-то шоточего его в команде оппонента, то он раскрывается со временем, хорошо сустенит. Нет, как раз против вот драфта левой команды Сайлос, да, неплохо выглядит. Он ультимейт Алистара, очень много времени ему выигрывает в тимфайтах. Да, вообще прям супер. И при этом Сайлос очень любит играть против милишников, против милишных драфтов, а там, по сути, весь драфт милишный. Даже там та же самая Самира. Все, все, все пятеро, да. Самира — это милишный чар абсолютно. Сайлос может неплохо раскрываться здесь, в драках, но, мне кажется, ему просто не может не хватать урона, потому что если Сайлос... У команды темпа нет, да. Да, когда у Сайлоса нету темпа, когда он не получает предметы на равном хотя бы со своим соперником... О, все, это прям суперплохо. Сайлосу темп супернеобходим, если он не хочет быть просто саппортом. Здесь, по сути, так и получается, потому что, ну, серийно, преимущество в золоте, я думаю, тысячи полторы где-то точно должно быть, учитывая, сколько упало вышек, пластин, у него есть убийство, есть лидерство по крипам, и здесь на Т2 уже Вайлдкет заходит на 21-й минуте с Герольдом, забирает очередной для себя объект, и я думаю, после этого они уже пойдут в рейсерк, и просто к третьему дракону пойдут. Ульта Алистара Рамбла — это прям инстапик, вообще. Вот ты прям... Если ты смотришь, какая ты из них не на кулауне, ты, скорее всего, берешь ее, только в случае, если тебе не нужен контроль с ультой сета, вот, или какой-нибудь там инсек, лисину, но это в гораздо меньшей степени. Я думаю, что... Учитывая, как часто драки у нас происходят, я думаю, у него всегда будет какой-то из нужных ему ультимейтеров. Я думаю, что ульту Самира ты не берешь вообще, наверное, никогда, или около того, потому что, ну, просто смысла нет, да? Сайлос не 10-0, чтобы позволить себе как-то там, вот этим вот кривым пересчетом адаптивного урона... Нет, я думаю, что это не то. Так, Серин здесь играет с варджампа по БРТТ, БРТТ просто выходит с помощью своей W и заходит, начинает потихонечку Wildcats Fission забирать около Нашора. Понимаешь, вот номинально, как должна работать комба Пейнт Гимминг, идет инициация, пытаются цепануть БРТТ, Тиноуц ворует ульту Рамбла, кладет под милишника, в этот момент БРТТ дает прыжок на пол рейнджа назад, начинает расстреливать под кухоном своих оппонентов, получая какой-то ассист, он может доиграть дальше. То есть на бумаге у ПНГ все нормально в плане драфта. Такой all-in трафт, если они пошли вперед, значит они идут до конца, опять БРТТ здесь ловит, и уравнитель идет от Феррита. Прям к нему в лицо прокает, если ошибаюсь, темная жатва, кстати, но БРТТ выходит со скачка, скачок выберай, ультимейта Рамбла нет, но он скоро будет. На Нашора пингует Wildcats, возможно, сейчас попробуют его подрашить, учитывая, что БРТТ должен либо уходить на пазу, либо он будет просто суперслабый в траке. Серин играет по Люси. Да, и готовятся входить вперед, и очень инициативно играют Истанбул Wildcats, играя по четверым одновременно, а у БРТТ скачка уже нет, он прыгает по Серину, пытаясь его добить, а не назад, и погибает под изнурением, не успевая получить свой ресет. Холли Феррит, кстати, тоже забрали, но Старскрин начинает решать вопросы. Покупи себе уже стирак заранее. Для Роба, Роба. Пока с драка 2 в 3, и Роба дальше разрультился, играет по Ферину. Будет ли это Петта кин, трипл кин пока что для Роба, но он погибает. И дальше играет Старскрин по Кириоку, пытается доиграть, но у Сайлоса есть другие планы на этот счет, потому что он уже собрал достаточное количество КДР, и Тенон, скорее всего, выиграет эту дуэль. Если только сдоджит один из костов, он сдодживает, успевает. Убийцы королей подхилятся, и Пэнгейминг, одерживают победу в этой драке, делают эйс. Вот это, как говорится, выкинутый файт вы видели только что. Какая же близкая драка сейчас была. Просто топ-лейнеры прилетели. Сначала один топ-лейнер навел порядок в драке, потом второй пытался. Старскрин там много очень времени выиграл, огромное количество урона нанес с помощью ультимейта своего, но не хватило этого ему. Ну и здесь самое главное, это то, как сыграли оба Адекери. Во-первых, сначала Лисиин пытался заинициировать, прыгнул вперед, но там есть Рел, там есть Угир, его продержали в контроле, из-за чего он не смог дать свой кик, и просто улетел обратно, получив почти фулл хп, и особо ничего в драке не сделал. И после этого и Холли Феникс, и БрТТ просто прыгнули вперед, оба погибли. Зачем прыгнул Холли Феникс и как, я не видел и не понял. Но БрТТ прыгнул вперед, чтобы попытаться повысить. Так, кондициация от Фарфетча. Да, и хороший ультимейт, по Кириоуку он играет, БрТТ выпрыгнул, но Фарфетч как будет выживать-то здесь никак. Бестерскрина никак, и здесь погибает дракон, попытались, но что-то Уайлд Кэтс немножко начинают тильтовать. Это первый дракон для бразильцев, они на самом деле очень сильно выигрывают за счет этого для себя времени, потому что четвертый в теории дракон для Уайлд Кэтс будет теперь уже только на 35-й минуте. И мне кажется, если все-таки вернуться к тому, кто как скеллится, мне кажется, все-таки Пейнт Гейминг как-то поприятнее скеллится, потому что Лисин, Сет, они особо не будут какой-то большой грозой и для Дариуса, и для Сайлоса, и у них очень много вот этого времени в тимфайтах. Вот что здесь происходило у нас. Вот Лисин ничего не может сделать, его проконтролили полностью, и дальше Холи Феникс летит в одну сторону, БРТТ при этом летит в другую сторону, оба Декери погибают, и дальше время топ-лейнеров. Должны были зайти вместе с Холи Фениксом, и как-то очищение было, мне кажется, у Холи Феникса по его поведению, что они должны шопнуть всех. Но здесь Роба отлично просто сыграл. Пока его команду убивали в Уайлд Кэтс, он успел настакать свою пассивку на Листяре, получить первый ресет, и за счет этого он просто с помощью Кухана зауешил драку полностью. Надо было, конечно, Старскрину пытаться играть потянулся в этом плане, и не дать ему дать убийцу королей столько раз. Потому что этот хилл, конечно, имба. Потому что просто каждый ресет W — это слишком большой захилл, и при этом сразу же после этого у Старскрина появляется хиллорез, как и практически у всей команды. Да, я тоже это отметил, кстати, и это на самом деле очень грустно, Артем, потому что когда-то понимаешь постфактум, что хиллорез нужен только после того, как оппонент вас всех убил, захилившись. Это такое. Конечно, это лучше, чем не купить его после этого, но такое. Я думаю, теперь просто Вайлд Кэтс будут ждать, когда у Холли Феникса появится Infinity Edge, и уже вместе с ним, вместе с Гранью Бесконечности, они будут пытаться разыгрывать какие-то праги. А скоро ли это будет? Сколько у него кусков? У него два куска есть, и по сути там где-то 200 золота. Остался что? БФ есть? Да, у него есть и БФ. А, все, нет, уже готов. Какое-то здесь золото. 125 рецепт, 600 крит плащ. Уже вместе с этим слотом можно пытаться какую-то драку навязывать. Но опять-таки... Все, да, вот он, видишь, он на реку ушел, купил Феникс. Все, Холли Феникс готов. Сейчас нужно очень сильно форсить драки Валд Кэтс, при этом, чтобы Холли Феникс не летел первый. Нет, надо ждать флэша, Ферета и Холли Феникса. Это тоже верно, да. И после этого инициировать драки. Я имею в виду форсить все-таки, знаешь, в ближайшие 3-4 минуты, пока есть сильный спайк у Салиры, который никак не может компенсировать Пенгейли. Я думаю, что это должен быть бесплатный дракон для Валд Кэтс. Или, если приходит оппонент, не успев добрать предметы еще... Ну, потому что, смотри, БРТТ купил палач. Это значит, что его грань будет не в ближайшие 2 минуты. Да. Это надо использовать. Потому что грань дает сильный поверспайк, кто бы что не говорил, до сих пор. Не, мне кажется, именно в драке 5 на 5, в полноценной, где Дариус не получает фристаки и так далее, Валд Кэтс все еще намного сильнее. Где Самира не погибает первая, где она может нажать ультимейт хотя бы раз за драку. Тогда у них не должно быть никаких проблем, а Пенгейм их здесь начинает на Шора. Я не думаю, что это хорошая идея, учитывая, что у Стас Крина уже есть телепорт. Он его делает, 10 тысяч хп вообще никаким образом не заберут этого Барона сейчас Пенгейминг. Но выбери телепорт, можно потянулся, попытаться поиграть. Зато, вот смотри, телепорт они выбили, да, но с другой стороны они приоритет на миде забрали. И сейчас могут варды почистить и занять приоритет на топе. Или, возможно, Робо даже забрать. А мне кажется, Робо погиб, кстати. Робо-скачок, правда, еще есть. Не, команда, в принципе, вся рядом, они успевают сюда. О, это плохой уравнитель, это плохой уравнитель сейчас от Wildcats. И поэтому Пенгейминг могут ответную драку дать, а это обязательно... Зачем ультимейт Алистара? Нужно было Ферритер воровать. Ну что же делать и ноутс? Он Ферритер не видел, Ферритер... О, если это сейчас повлияет как-то негативно, это будет плохо. Но отдают своих тиммейтам Wildcats что? О, они уже ничего не могут, когда они тратят уравнитель, когда Форфетч нажимает свой ультимейт и скачок вперед, и за счет этого ничего не получает. Нет, и ноутсу ультимейт Алистара он его забирал, мне кажется, просто потому что Холи Ферритер находились все это время в новом вижене, и не могли в драку зайти, но он всех не видел, поэтому просто первый попавшийся забрал. При этом, но все-таки ультимейт Алистара, мне кажется, даже предпочитительнее, чем уравнитель. Ультимейт Алистара очень много дали сайлов. И наш шор в итоге для Wildcats, ой, для Pain Gaming. Ну, он дает только танковость, как бы, и все. Не знаю. Раньше он на дэ давал. Сайлов 17 уровня, у него уже много кдр, он за этот ультимейт Алистара, он столько кастов еще дополнительно может своих выдать, что там Рона, на самом деле, вот этого, который можно, знаешь, учесть в длительности ультимейта очень много. Дракон, она скоро появляется. В смысле урона? Ты имеешь, что, который он может нанести, когда ультимейт работает, но не мог бы, если бы он не работал? Ну, нет, это безусловно так. У нас Тиноунс нажал телепорт на верхнюю линию, чтобы пушить, и в итоге здесь 4-5 драка. Пошла ультарамбла еще одна, играет по Люцией, по Кириолку, сносит им по четверти дроп 3-хп, и на этом все. Очень странное макро-решение сейчас от Pain Gaming, что Тиноунс пошел пушить верхнюю линию, да, он заберет 2-2, они отдают 3-го дракона. Ну и пускай отдают, зато у них барон, они сейчас все вышки заберут, и больше нету дракона. Они ставят себя под угрозу того, что... Я максимально поддерживаю их, я считаю, что они правы на 100%, но ингиб падает на только уже. Типа, смотри, Т3 упала, да? Сейчас туда кто-то придет, а если кто-то придет, значит, кто-то с меда уйдет, значит, там упадет Т1. То есть ингиб падает, туда вообще вроде как Старскрин шел, но в итоге вернулся к команде, и это уже плохая дотация от Wildcat здесь была. Просто это сольпоинт, и любой какой-нибудь непонятный стил для Wildcat, даже если Пейнгейминг будет вести эту игру, он может им напрочь ее выбросить, если нет. Ну, Артем, знаешь, ты сейчас говоришь, как тот, который показал, но посмеялся. Я считаю, что надо идти в All-In. То есть смотри, две башни забрали, да? Барон баф еще минута 20. Можно еще и на боте забрать туда. Мне кажется, если бы была команда против Пейнгейминг, мне из Тамбулу Wildcat и какие-нибудь команды посильнее уровень в плане макро-игры, Пейнгейминг намного меньше бы здесь получили. Смотри. Чем они на самом деле... Дракон через 4 минуты будет. Смотри, Артем, Дракон через 4 минуты, верно? Так. Ингиб упал после забранного Дракона, или во время его, да? Примерно так. После, по-моему, да, где-то так. Даже после. Это еще лучше для Пейнгейминга, если после. Потому что к моменту того, когда останется полминуты до Дракона, Трактор будет идти еще в сторону базы Wildcats. И ехать вообще максимально, не останавливаясь. Это да. Но там еще просто на Шор появится, скорее всего, раньше. Возможно, даже Петрович... Нет, на Шор позже появится. А, ну да. По идее. Возможно, я говорю, что у трактора даже Петрович будет, если будет Трактор не один, а два. Так, и заходят здесь, получается, на нижнюю линию. 4,800, как тебе барон по рукой? Нет, вообще солидно. Нет. Более менее, да? Изначально вот этот телепорт на верхнюю линию выглядел в моих глазах, как не очень хорошее решение, но обернулось в супербонус, на 5000 золото преимущество. На Шор все еще есть, 5 секунд буквально осталось, но при этом они Т3 на боте уже забирают, заходят дальше. Можно будет развернуться и на среднюю линию, и забрать через страну. Я просто морально задавил тебя в этой информационной дуэли, уверенно изобразив, что я точно знаю, что барон будет позже, но он позже на одну секунду. И ты такой, а, блин, дать, что я ступил. Это ровно. Телепорт идет в спину от Старскрина. Старскрина жива от телепорта, хочет в спину зайти ребятам, но откидывает Бертадек, кстати, неплохо, вполне себе. И поэтому Старскрина не может позволить себе такую инициацию. А трактора уже бьют эти четыревышки, и это, может быть, последняя драка для Истанбулу. Вайлдкет справятся ли они с таким давлением, причиной того, что Парфетч уже погибает, и дальше играют по пейтгейминг. Ребята из Вайлдкетс и забирают троих. Пока что размен 3 в 2. Возвращаясь на базу, они могут рискнуть и успеть ее добить. Смотри, какие талые вышки Т4. Но, к сожалению, для ребят из Турции падают все три ингибитера Артема. Следующие две минуты будут идти аж по два трактора по каждой линии. А это шесть тракторов. Это практически тракторный завод уже получается. Ну, в итоге драка, которая начиналась... Артем, извини, прости ради бога, но последний вопрос. Про трактора надеюсь? Конечно. Насколько сейчас опасно команде по ингейминг то, что Вайлдкетс сворует морскую душу? На самом деле это неприятно все равно будет. Если они заберут этого дракона... Артем, если все пятеро будут мертвы, и у их Нексуса останется один хп без Т4 вышки ингибитера, ты тоже скажешь что? Ну, все равно как-то не очень. Так, здесь драка неплохая была. Старскрин, в принципе, нашел то, что нужно, но здесь мне не понравился просто ультимейт от Перетта. Он был только в Робу. По Робу пытались доиграть. Он успел получить первый ресет, после этого его смогли бандшрутить. Вообще, Рамбл, конечно, нажег вот в этой драке, в которой в топ-сайде у нас происходит огромное количество урона. И за счет этого как раз-таки Вайлдкетс смогли хоть что-то найти. Забрал Требл Килл Рамбл, можно разворачиваться в сторону от пуши своей базы. Ведь отпушивать есть много чего. Появляется, да, как бы там третий полный предмет у Рамбла, есть еще разящий жест сверху, какие-то стаки темной печати, но мы просто смотрим на Тиноутса, у которого по лайту уже, как бы, КДРа сколько процентов? Сто? Да, в районе того. У него, кстати, ботинки сейчас вообще не кост-эффективные в итоге, потому что это КДР ему практически... Я вообще не люблю собирать и ускоритель этапы. Да, это у меня очень хорошее решение. Совсем жидко. Ты КДР берешь с Айласа в руках? Да. Нет, даже не беру. А вот я тоже не беру. Это была проверка, проверочка. Возможно, даже. Бейнгейминг не ждут ни на Шору, ни дракона, просто идут, учитывая, что от три стороны забрали, пытаться с тракторами... О, хорошо, потяга! А Тенос ульту будет сжать или нет? Алло? Тенос прожал ульту Алистара? Да, он прожал. Но она очень лоу хп, но падает на четыре вышка. Забирают почти фарфетч, и он дал хороший врыв по троим, но как же сильно ошиблись Вайлдкетс в этой партии, учитывая то, что пытаются ребята из подгеймить игру закончить. Получится у них это или нет? Но крипов слишком много. Артем, я боюсь, что даже если сейчас отобьются Вайлдкетс... Да нет, они отобьются, и они душу для себя заберут. Я думаю, что нет. Какую душу? Ну, возможно. Давай посмотрим. Просто смотри, слишком много, да. Но Серин идет, Серин идет душить Криока. Он хочет получить эту душу для себя, учитывая, что у Серина Игнать сейчас откатывается. Криока в нужде... Он может идти-то сколько угодно. Как же жадно сыграли сейчас все-таки по ингейме. Ну смотри, ты согласен с тем, что Серин как бы дракона по идее забрать у Криока не должен в соло? Он не может сделать дракон еще сам. Криок туда пойдет и будет его душить. Но он может попробовать с ним подраться? Или, например, он может забрать дракона, потому что у него есть как бы смайт потихонечку. Ну вот он, собственно говоря, это и делает, и спокойно выходит. Вот и все. Это у Дир еще господин Трик Турджи, да, как бы нам давал понять, что его просто так не догонишь. Ну здесь просто Игнать был усеренно. Я думал, он хотел попробовать подраться с Криоком. Криок просто пошел, сделал блюбаф, откинулся с этого. Я не знаю, почему пейнтгейминг настолько агрессивно играет. То есть зачем здесь Тиноунс летит, когда у них столько декоратов? Зачем Тиноунс не нажимает у тиммейта, а нажимает его на 15% хп? Вот в чем вопрос. Да, то есть, и в принципе там вставал на шор, с которым они могли потом забрать дракона и также пойти заканчивать игру, учитывая, что два ингибитора они забирали намного позже. Но в итоге они просто дарят Вайлс Гэтс вот это нужное время им. У них уже ресетнулся ингибитор на верхней линии. Ну, теперь пейнтгейминг идут на барону на шорах, хотя ситуация уже гораздо лучше. 6 демодж-слотов у Холи Феникса. Нету батитка. Эта самира заряжена просто максимально. Холи Феникс завирает барона, ребята, из пейнтгейминг. Но у оппонента все в порядке в плане золота. Посмотрим, смогут ли защититься ребята из Вайлдкест. Посмотри на золото. Посмотри на золото. Было больше 2000. Стало минус 4,5. А недавно было снова плюс 1000 у Вайлдкест. То есть, смотри, если пейнтгейминг не заканчивают сейчас, у них прям вообще все супер тяжело, потому что ингибиторы встают, и тогда душа будет за Вайлдкест. А если душа будет за Вайлдкест, то следующего барона пейнтгейминг уже не заберет. Не факт, что, конечно, душа прям будет за Вайлдкест, но пейнтгейминг все могут свести к тому, если они сейчас не закончат игру, что решающая драка, возможно, будет именно как раз на Ошене, где они не будут уже в особо большом преимуществе с Ношором, как вот сейчас, например. Здесь Роба находит Ферри, это немножко разыгрывает у Ферри, это перегрев. Зайти по трем линиям, запушить суперкрипов, зайти с кучей крипов, забрать ингиба, развернуться на Морского. Вот и все. Так, Роба ультимейт нажимает, не усерен. Да, и Роба выходит, Роба выходит, он очень уже лоу, Люция играет по четверым, хорошо, кто-то уже падает в англо-храните, а это Холли Феникс, если я не ошибаюсь, да? Но вот он не успевает раскаститься, должен свои стаки он набрать, но забирают одного за другим, ребята, из пейнтгейминга, и Холли Феникс не успел заултить по всей причине. Драка заканчивается разменом пять в одного, и пейнтгейминг на стиле после такой жесткой выкинутой игры командой Istanbul Wildcats одерживает победу. Мне даже немножко стало не по себе, Артем, после этой партии. Но игра солидная такая, фиеста, которая у нас была в самом начале, как у нас все началось, в принципе, в той же манере все и закончилось. Ну и пейнтгейминг, знаешь, всем предсказателям, предсказателям, аналитикам, составителям терлистов сейчас, знаешь, понуса дали, показали, что зря вы списывали нас со счетов, и никакие дикие кошки нас не спугают. Не знаю, кому там кто дал понусу, турки зашли на топ, зачем-то за соло-ульт дали Сайлоса, который нажал Ешку из этого ульты, и как бы, и все, и выкинули игру на этом. А потом, когда оппоненты развернулись, они еще и драку не поддержали. То есть, я понимаю, что ты можешь сказать, им нечем драться, они потратили ультрамбла. Два вопроса. Зачем вы его потратили? Раз. Второй. Если уж вы сделали как бы шаг, поделитесь. То есть, вы отдали двоих и после этого барону. Ну так отдайте четверых. Рискните. Если бы они забрали на два кила больше, концептуально сильно бы изменилась ситуация? Я думаю, что нет. Ну, скорее всего, нет, да. Я думаю, что нет. Знаешь, у меня такое чувство, что Unicorns of Love в сравнении вот с TCL и с бразильской командой, такое чувство, что чуть ли не на две головы выше именно из того, что мы видели, из того, как аккуратно и четко они играли по объектам, из того макро, который мы видели, потому что в этой игре происходили абсолютно непонятные вещи. Я все еще думаю, что тот телепорт был не самым лучшим, если бы это наказали. Я уверен, что этот телепорт был эмбар, Артем. Этот телепорт был супер. Он был топовым. Он был прям таким ударом в сердце, знаешь. Возможно, аж с ноги. Отсаялся. Но я бы такое, конечно, никогда не делал, потому что это супер рискованно. Понимаешь, кто угодно зареконится, кто угодно как-то раскачается, и там все, что угодно может произойти после этого. Такая немножко рандомненькая тема. Но решили, знаешь, бахнуть, вот, как говорят по-гласски, On Impulse, да? Взяли, вот, загадили сделать и сделали. Почему бы и нет? Все начиналось у нас как раз-таки с этого дайва на верхней линии, где старскрин просто переиграл. И потом, знаешь, вот, Wildcats такое чувство, как будто вот они получают преимущество, и они не знают, что с ним делать. Они могут аккуратное преимущество наращивать, потому что он получил два убийства на верхней линии, 2-0 сет, у него нету вижны ничего, он пытается задайвить соло-робот, тут приходит Люция. Кстати, Люция вообще очень хорошую игру провел, несмотря на то, что они там на нижней линии погибли. И ультимейт его в конце, который был в решающей драке, был просто нереальный. Это БРТТ подевало, а не они. Кстати, тоже верно. Но в целом Люция, как бы, особо к нему вопросов не было, больше были вопросы как раз-таки к БРТТ. Даже вот в этом моменте, когда он поставил вард, по нему сразу не сыграли, он мог выйти, но они все равно шли к вышке, когда позицию они уже полностью на том моменте отдали. Ну и, конечно, вот эта вот решающая драка, где Холли Феникс слишком поверил в себя, полетел вперед, вот его тенон с Криоком законтролили, пока команды рядом не было. И Wildcats, по сути, знаешь, вот это вот момент, когда они очень сильно выкинули игру и все преимущества, которые у них были. Ты думаешь? Ну хотя, ну... Нет, так есть. Именно здесь, правильно? Да-да-да. Да-да. Здесь плюс еще потом, когда все-таки на Шоро забрали. Когда на Шоро забрали, это вообще жесть. На Шоро, с которой 5000 золота Барон Пау Плей был потом. Да-да-да. Ну то есть, вот эта драка, которую начинают Wildcats, они идут в ней до конца, и, знаешь, они не хотят останавливаться. Но там Холли Феникс не успел заултить, видишь? Когда Робу вот здесь вот поймали, и они до конца туннелили в Роба, отдали скачок ультимейт фарфича, отдали уравнитель, и все. И у них нет ресурсов, чтобы выиграть дальше эту драку. Я не знаю, Артем. Ну мог ли Син как-то кикнуть, может, кого-то спасти? Ну что-то можно было бы пытаться сделать. Не знаю. Он просто уравнительный... У Ферри-то был секундомер. Если да, там точно надо было продолжать драться. Прямо абсолютно. Он бы просто встал, он бы мог встать, если бы секундомер был, со своим огнеметом вперед, и Джонни нажать. Вот он как бы стоит и плюется в тебя, да? И что с ним делать? Ничего. И при этом, знаешь, мне нравится вот эта вот решительность пейнтгейминга. Она, по сути, была такая же, как у Wildcats, только они тоже самое шли в драки. То есть у них была возможность, чтобы крипы просто сделали за них дело, они просто должны стоять рядом. Безусловно. А они все равно идут драться 5 на 5, и тут уже флипнем, как получится. Знаешь, на самом деле, это не самое плохое решение, потому что если ты не пойдешь драться, то оппонент, у которого там почти по 6 слотов на каждом персонаже, можно спокойно и 6 тракторов отпушивать. Проблемы там не будет. Сколько нужно 6-слотовой Самири, чтобы убить 2 трактора? Скут 5? Ну, наверное, где-то так, да. 6, может быть, да, где-то? 6 секунд. Ну, а там тракторов сколько? А другие особые, просто эти тракторы-то не дамажат. Ну, как бы... Ну, ладно. Вчетвером они дамажат точно сильнее, чем одна Самира, например. Все остальные четверо. Согласен или нет? Ну, да. Поэтому я думаю, что достаточно быстро. Пауза, дамы и господа, после чего заключительный матч мидсезона в ВТН сегодняшнего игрового дня. Напоминаю, что сегодня первый день регулярной стадии, групповой стадии, и мы вернемся после короткого перерыва. Продолжение следует...